Святаго Духа. Аминь. Ирианим Стридонский. Проповедь на Рождество Христово. И положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Евангелие от Луки, 2 глава, 7 стих. Мать положила его. Иосиф же не посмел коснуться дитяти, ведая, что он не от него рожден. Изумленный и счастливый не посмел он коснуться дитяти. И положила его в ясли. Почему в ясли? Затем, чтобы сбилось прорицание пророка из Илии. Бог знает владетеля своего. И осел ясли господина своего. Писано так же. Человеков и скотов хранишь ты, Господи. Псалом, 35, 7 стих. Если ты человек, хлеб, пища твоя, животное, удел твой ясли. Потому что не было им места в гостинице. Нечесть иудейская заполнила весь город. И Христос не нашел себе места в святая святых, где блещет золото и драгоценные каменья. Переливается шелк и серебро. Нет. Не золото и роскошь окружали его. Он родился на Гноище, ибо так видится мне ясли. Гнеясли там и Гноище. В смраде грехов наших. Он родился и вислях, дабы вознести рожденных во прахе. Из праха поднимает бедного. Псалом, 112, 7 стих. Он родился на Гноище, где пребывал Иов, и откуда он был возвеличен. Потому что не было им места в гостинице. Все бедняки да обретут утешение. Иосиф и Мария, матерь Господа, не имели раба ниже слуги. Из Галилеи, из города Назарета пришли они пешие и несли на себе поклажу. Сами были господа и служители. И чудное дело, приютились в стойле, а в город не пошли. Не считая их было робкой, они держались подальше от роскоши. А вы их не ищите, рассудите сами. Зашли они в стойло, и не сказано, что оно было на пути. Нет, к нему вела сторонняя тропка. Они сбились с торнего пути на евангельскую тропу. И вступили на отдаленную тропку. И не было другого места, дабы родиться Господу помимо стойла. С стойла с валами и ослами. О, если б не дано было увидеть это стойло, отдыхновение Божие. И ведь по-нашему мы чтим Христа, изымая Его ясли из грязи и заменяя их серебряными. А по мне, так прежние были драгоценнее. Это язычникам надобно золото и серебро. Вера же христианская превыше ставит ясли в помете. А тот, кто родился всем стойле, воспризорел золото и серебро. Не тех я осуждаю, кто думает почтить Христа таковую роскощу. Не след мне тех осуждать, кто украсил храм золотыми чашами. Но диви мне Господь, Творец мира, рожденный не в золоте и серебре, а на гноище. Сквозь долгие речи свои услышали мы, как плачет младенец в яслях, и поклонились ему. Поклонимся же миром и ныне. Подним его на руках воздетым и поклонимся Сыну Божьему. От Бога Всемогущего с давних пор был гром в небесах и не спасал. Раздался плач и спасает. Зачем я вам все это говорю? Затем, что гордыня не спасает, а спасает смирение. Сын Божий был на небесе, и почтен не был. Не шел на землю, и поклонились ему. Делал жал под рукой солнце, луну и ангельское воинство, и все не был почтен. И родился на земле человеком, очеловечился сполна и нераздельно, дабы искупить всю землю. А что в нем неявлено человеческого, то и спасению не подлежит. Принял бы он плоть, отвергнув душу, и души не было бы спасения. Что же он, спас бы меньшую часть, а главнейшим пренебрег? А можно и так сказать. Восприял душу ко спасению ее. И хотя душа превыше тела чувства, суть ее важнейшая часть. Итак, если он не осветил чувства, спас ли душу, а в ней отнюдь не важнейшая. Но ты ответствуешь. Не приял чувств человеческих, да не поселятся в сердце его людские грехи. Иначе говорят дурные умыслы. Но если ему не подвластно было собственное творение, то как винить меня, что не справляюсь ему непокорными силами? Приготовимся же внимать Божественное Слово. И услышим чутким ухом все то, что нужно для нашего спасения. И благословим Господа. Ему же слава во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.